Международный фестиваль кузнецов Прошел в Рязани Расскажем об итогах, чтобы в следующем году вы точно не пропустили Фестиваль кузнецов Секреты средневековых мастеров Проводится в Рязанской области с 2011 года Его проводили в Высье и в Скопине И вот уже шестой год он проходит в областном центре На этот раз на Рязанской ВДНХ Участие в нем приняли кузнецы из Московской, Липецкой, Донецкой и других областей А также зарубежные мастера из Беларуси и Кубы Всего 80 человек Кузнечное дело для многих из них не просто работа, но судьба Наталья Павлова и Антон Киряков поженились здесь, в Рязани В рамках этого же фестиваля в прошлом году А познакомились именно благодаря работе Чтобы сделать красивое фото своей работы Металлической подставки под вино Антон искал красивую бутылку Это и привело его в заведение, где он встретил Наталью Она одолжила ему сосуд для фото С тех пор и завязалось общение Признание в любви не оставило шансов для отказа Я через курьера ей отправил букет из 33 роз И одну спрятал туда, покрасил в тот же свет Ну и историю эту на записочке написал Она до сих пор ее хранит Я буду любить тебя вечно, пока не завянет последняя роза Ну и вот букет-то завял получается Она эту розу только спустя неделю нашла Ну и вот мои слова получаются Вечные Теперь Наталья всюду с возлюбленным И даже магазин-музей собственных изделий Антон назвал ее честь – железная леди Сам же Антон Киряков в кузнечном деле уже около 15 лет Сначала работал при колхозной кузнице Подсматривал за тонкостями работы Потом трудился в гараже Там советы давали слесаря и сварщики А с 2012 года Антон Киряков занялся художественной ковкой Сейчас у него в процессе создания работа городского значения Сейчас я делаю железный трон Вот из этих мечей У меня там 130 мечей надо в своем городе сделать И такой будет трон фотозона У нас город туристический, Кунгур И туда часто приезжают туристы И к нам кузнецы тоже приходят Поэтому я вот сейчас делаю трон из железных мечей В этом году на фестивале представлены экспонаты из частного музея «Железное царство» Его создатель Валентин Воробьев – кузнец в четвертом поколении Истинный художник, чьи шедевры выставлялись даже в Лувре Рассказывает, что его работы с философским значением Недосказанность, которая заставляет людей досмыслить и дорисовать И созданный кузнецом композиций – собственные ассоциации и образы И вот этот раз я немножко больше работ собрал Для чего? Чтобы больше раскрыть мой музей Здесь есть композиции, которые игра с детьми Вот там есть игрушки, где может дитё ездить Двигаются фигуры Но есть и философия по-настоящему Есть работы, которые действительно заставляют думать А это для меня важно Сам мастер занимается и графикой, и живописью Но отмечает, что металл – это нечто особенное С ним нужно вести себя уважительно Так с детства его учил отец А к деду Валентина, кузнецу в Белгородской области Люди шли как к мудрецу – посоветоваться или просто за добрым словом Как? Есть такое слово хорошее Кузнец всем ремеслом отец Это очень важно, это не я придумал Это наши предки И хочу сказать, что кузнечное ремесло – это основное Потому что отсюда идёт всё творчество Кузнечный промысел – один из древнейших Работа кузнеца всегда считалась престижной И даже русские монархи любили ковку Например, Пётр I сам лично принимал участие в создании якорей для своих кораблей А сегодня на Международном фестивале кузнецов Любой желающий смог присоединиться к этому промыслу Уже традиционно стало проведение в рамках Рязанского фестиваля кузнечной свадьбы Вот и в этот раз молодожёны создавали символ крепкой семьи под руководством мастеров Амулеты в виде сердец в центре металлического солнца Пары вяжли на деревянный пенёк с помощью гвоздя, которые ковали здесь же сами По преданию, такой ритуал сделает брак крепким, как железо, и жарким, как огонь в кузнечной печи Аня с помощью клещей аккуратно кладёт своё сердце Отходим чуть подальше Удан молотом И это сердце мы вбиваем в этот огненный шар Мы сначала поженились в ЗАГСе, потом прошли обряд венчания в церкви И Господь любит трёх, поэтому мы решили закрепиться ещё вот таким старым древним обычаем Чтобы брак был крепче и любви сильнее Во многих профессиях людей сегодня заменяют машины В кузнечном деле такая подмена невозможна Кузнецы делают тонкую работу, создают декоративные вещи и ювелирные украшения Каждая из которых уникальна Ручная работа истинных мастеров завораживает И, к счастью, международный фестиваль кузнецов будут проводить и дальше Чтобы знакомить людей с древним ремеслом Сразу две выставки открыли в Рязанском музее путешественников Обе они имеют патриотический подтекст Три цвета России – это 30 снимков финалистов фотоконкурса «Берега» Особенность их в том, что на каждом преобладает один из цветов российского флага Белый, синий или красный В России, естественно, более разноцветно, чем эти три цвета Поэтому мы отобрали еще другие фотографии Где преобладают какие-то другие цвета В основном это пейзажи Потому что все-таки это Рязанский музей путешественников И речь идет о российской природе Еще одна выставка «Душа России. Рязань» Совместный проект музея и Окского государственного природного биосферного заповедника Фотографии сотрудницы заповедника Татьяны Осиповой И волонтера Ксении Фокиной Их признание в любви родному городу На фотографиях зритель увидит знакомые улочки Рязани В разное время суток и в разных погодных условиях Показать красоту нашего города Показать, как мы его любим Как мы любим старые улицы И хотелось бы, чтобы все эти прекрасные старые домики остались целы Чтобы было где погулять, подчеркнуть вдохновение Полюбоваться, подышать воздухом вот этого старого города Обе выставки приурочены ко дню города Фотографии в Рязанском музее путешественников можно увидеть до 6 сентября В галерее Виктор Иванов и земля Рязанская Открылась выставка «Советская иллюстрация школы. Имена тенденции» Из собрания Белгородского государственного литературного и художественного музеев Книжные иллюстрации – интереснейшее явление изобразительного искусства Образы, которые помогают полностью погрузиться в произведения, выполнены в графической технике В Советском Союзе выразительная композиция иллюстраций, эмоциональность и точность образных характеристик вызывала высокий читательский спрос Советский Союз всегда считался самой читающей страной И успех, вот этот читательский успех, когда книги выпускались миллионными тиражами Он в том числе в оформлении книг, потому что книгоиздательство – это было как отдельный вид искусства в России и в Советском Союзе Потому что в книге важно все, не только иллюстрация, но и шрифт, обложка Экспонаты для выставки в Рязань привезли из Белгорода Более 60 работ выполнены по бессмертным образом русских и зарубежных авторов, лучшими советскими иллюстраторами Здесь и афорты по мотивам мастера и Маргариты, и литография по мотивам пушкинских маленьких трагедий Все произведения созданы в 1920-1980-е годы Выставка сформирована благодаря тому, что два белгородских музея получили большую графическую коллекцию Переданную Министерством культуры после ликвидации коллекции Конфедерации Союзов художников Таким образом, к нам поступили произведения многих известных российских графиков И это дало возможность объединить усилия двух музеев и сформировать выставку, которая дает такой экскурс, как по различным техникам графическим Здесь представлены и афорты, и оригинальная графика, и эксилография Выставка отражает основные этапы развития советской книжной иллюстрации Экспозиционное пространство поделили на пять тематических блоков Каждая представляет одну из техник Как иллюстрация к тому, что может быть атмосфера произведения, впечатление произведения литературным Это, наверное, и Бегиджанов, и Волович, которые иллюстрировали такие мистические произведения, как «Мастера Маргарита», средневековую поэзию И даже в стиле того времени просто это очень интересно рассматривать Посетители выставки могут сравнить различные подходы и школы, оценить индивидуальный почерк каждого автора Ну и, конечно же, еще раз встретиться с героями своих любимых книг «Мастера Маргарита»